Здравствуйте! История. Моя. Я закончил школу и в возрасте 17 лет, сразу после школы, поступил в военно-морское училище. Через год меня сделали командиром отделения. Присвоили мне звание, старшина второй статьи. И я был командир отделения на первом курсе. У первокурсников. Я уже был старокурсником, но на первом курсе у меня было отделение. С десяток курсантов у меня было в подчинении. И я жил с ними, отвечал за них помимо учебы, как и многие мои товарищи. Я исполнял обязанности командира отделения. Собирал данные о них, отвечал за них и так далее. Я подчинялся заместителю командира взвода. У меня у него было 4 или 5, я не помню, таких во взводе отделений. А все дальше была рота, а дальше был факультет и так далее. Короче говоря, чему я все это рассказываю, всю эту военную песню? С молодых лет я попал в систему, где была иерархия. И дальше я рос по карьере, и чем больше я рос, тем больше в целом у меня было подчиненных. Но всегда, практически всегда, я отвечал за работу, за деятельность нескольких человек. 5, 10, 4, 8, 12, как правило не больше. Потом у меня был большой воинский коллектив, много было офицеров в подчинении. У них были офицеры и мечмана, у них были матросы и так далее. Но всегда все работали с небольшим количеством людей, непосредственно отвечали за них. В конце я был капитаном первого ранга, занимал адмиральскую должность, и у меня было вообще очень много подчиненных. Но у меня были замы и несколько руководителей, с которыми я работал. У них были свои коллективы, и они отвечали за свои коллективы, и передо мной отчитывались. А я отчитывался перед вышестоящим, у которого были такие же, как я, начальники. Короче говоря, всем известная вертикаль власти, иерархия. Ты работаешь с небольшим количеством людей, но в конечном итоге под тобой большой, огромный коллектив. Я так рос, я так воспитывался, я такое представление о жизни вообще имел. Поэтому для меня военная структура была, ну, впитана, как говорят, с молоком матери. Потом я по мере роста стал понимать, что точно так же устроена и вся другая жизнь. В целом. Точно то же самое происходит в Министерстве образования, или в Министерстве здравоохранения, не только в Министерстве обороны, или там в Министерстве железнодорожного транспорта. Это везде. Начальник, работа с небольшим количеством подчиненных, у которых есть свои подчиненные, их тоже немного, а у тех свои подчиненные. И так вниз, цепочками, вся эта вертикаль власти и существует. Когда я уволился в запас, решив, что я буду пробовать другую жизнь, четыре года я покувыркался в бизнесе, имел свое предприятие, частное предприятие, агентство Азов у меня было, которое занималось всем. Это были годы такие, начало девяностых годов, все занимались коммерцией, все с ума посходили, ну и я в том числе пытался выжить в этом мире и каким-то образом зарабатывать деньги. Я занимался всем подряд, ну образно, условно говоря, потому что я ничего не соображал на самом деле. Я ничему не учился, не имел никаких представлений о том, как все это работает, как встроена коммерция, как надо продавать, где что брать. Короче говоря, так, каша в голове, и только трата денег, и разочарование, и непонятно, а почему у меня так все плохо. Я гордо ходил с печатью, печать у меня была, у меня был счет в банке, я перед знакомыми делал вид, что я крутой. На счету в банке у меня был ноль, на других счетах у меня был минус, печать мне нужна была раз в полгода. Ну, короче говоря, в налоговую я проводил кучу времени, отчитываясь по нолям. Жалкое подобие какого-то здравомыслия в какой-то коммерческой деятельности. Короче говоря, фигня. В 96-м году я наткнулся на книжку, которая называлась «Думы и богатей» Наполеона Хилла. И вот я так думаю, что с этого момента в моей жизни начали происходить такие перемены, какая-то осмысленность пришла в мою жизнь, и я стал понимать хотя бы, что я делаю. Вот эта книга сыграла решающую роль в моем становлении как предпринимателя. Там рассказывалось о принципах успеха, всем она известна, конечно, Наполеон Хилл Великий написал этот бестселлер, и там рассказывалось о принципах успеха, и самый главный из 13 принципов, которые он написал, опираясь на опыт многих успешных людей, это было понимание, чего ты хочешь, какой цели ты хочешь достичь, куда ты двигаешься. И вот с этого момента у меня начался осмысленный поиск деятельности, которая могла бы привести меня к успеху. Через полгода я наткнулся на сетевой маркетинг.